Зальчик 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... В ушах звучал крик Ромки, которым он спяши и напутствовал удирающего в Семёта. Горло тебе перережу, слышишь? Свинья! Неужели Ромка грозился всерьёз? Нагнать бывшего приятеля в чаще и... И что? Убить просто так? Нет. Головень укладывается. Я судорожно протёр стёкла очков. Очки! Я сжимал в кулаке Семён, уворачиваясь от затрещин своих дружков. Теперь бывших. А уже через несколько часов пропажа лежал на моём карнизе. Сложно представить, что Сёма вдруг сосовесился и вернул мне очки таким странным образом. Шокированный, я шёл к классу подкатки и шепотки. Опять глазами состояла фотография. Сёма пропал. Семёна нет. Его толстые пальцы не дотянутся до моего гола. Его печатка не врежется в мою скулу. Он больше не унизит меня и не оскорбит. Не этого ли я желал? С другой стороны. Разве мне и правда хотел, чтобы Сёма стал мутным питомом в тоске объявлений? Чей-то сын, чей-то внук, над которым сбывались так же, как надо мной. Хотел ли я, чтобы незримый соратник разобрался с ним так жестоко? Я не знал ответа. Или боялся его. И всё же в школе было и хорошее. Полина. Девочка со скрипкой. Она была похожа на горный ручей. На колодезную воду. Которую пьёшь, прихватив губами цинковый ободок ведра и не можешь напиться. Что, если нарисовать историю с её участием? Будто герой спасает её от ужасных чудовищ. Едва я подумал про монстров, как парочка одноклассников съехал по перилам с калей, словно инопланетяне из фильма «Чужие». Личинки боязни незамедлительно отложились внутри. Попадаться на глаза Ромки и Бяши после вчерашнего не было ни малейшего желания. Особенно из-за внезапного исчезновения семьи. Войдя в класс, я прошёл последнюю партию. В тишине, потому что одноклассники резко притихли. Их взгляды буквально пихали меня, трогали и следовали. Я стиснул кулаки и устраивался на свою парту, чёрный до потолка заваленный стопком библиотечных учебников. Словно-то я пропал в том заснеженном лесу, и теперь моё место наконец сгодилось для чего-то действительно нужного. Впереди стоял пустой стул Семёна. Где-то в другом классе выгляделся точно такой же стул, покинутый Вовой. Я посмотрел на портреты классиков. Взгляд остановился на фотографию Есенина. В прошлом году мне задали получить любое стихотворение. И папа предложил про пса Джима. За авторством Сергея Александровича. Всех четверостишей я уже не помню. Наконец почему-то врезался мне в память. Она придёт, даю тебе порогу. И без меня, в её уставить взгляд, ты за меня лезни ей нежно руку, за всё, в чём был и не был виноват. Такая вещь была у каждого моего знакомого мальчишки. Проховые петарды, которые глушительно взрываются. Особенно закрытые арки. Говорят, их собирают в Китае. Они могут тормать пальцы, если зажать их в кулаке. Особенно эти чёрные корсары. Пластмассу солдатиков они, конечно, не зарвут. Ход подделки из пустелина вполне. Старенький дешёвый проект для рулона геофин. Я назвал такой модель танчик из-за внешнего сходства. Когда-то у меня было много классных сказок, которые мы смотрели с папой в темноте. Помню крошку енота и того, кто сидит в пруду. Маугли, девиата Гиблинга и многие другие. Тут же мне накрыло воспоминание, как гудел проекты фирмоскопа, как плал жаром его корпус. А яркий луч был в стену, превращая её в экран. Жаль, что в школе диафимы были в основном прополезы, минералы и ОБЖ. Немного помешков, я сел за парту Бабурины, куда изначально меня планировал посадить Лили Пауна. Одноклассники вдруг продолжили разговор, будто кто-то снял фирм с паузой. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. Катя с хитрецой посмотрела на меня, а потом склонилась к соседке и зашептала. Переглянулись девочки со второй парты. Она и с ними поделилась, зашушукула. Быстро закивала. Я ввел на себе ее взгляд, взгляд ее соседки, взгляды других девочек и мальчиков. Каждый из них считал нужным посмотреть на меня, словно они искали следы крови на моих пальцах. Так хотелось оправдаться и закричать «Вы чего? Я невиновен!». Ромка посмотрел как-то тяжело, тревожно. Похоже, он, как и все, был с бестолку пропажей с Семеном. Огорожен с учившимся. И вдруг его взгляд уперся мне в переносицу. Казалось, он вот-вот кнет меня пальцами и глушительно закричит. «Смотрите! Эти очки вчера стащил Бабурин! Они вернулись к Антону! Убийца!» Но он молчал, словно не находил в моих очках ничего примечательного. «Возможно, я схожу с ума. Или Ромка что-то знает. Знает и не хочет об этом говорить. А может, ему просто все равно, как и всем прочим?» Но тут Ромка подозрительно глянул на Катю, как будто сообщая, что ни капли ей не верят. Мне искренне хотелось, чтобы Ромка меня поддержал. Как и Пяша, что развалился неподалеку, ткнувшись по арту под бородком. Но они молчали. Меня настигло пугающей мысли, что эта парочка может легко мне предать, столкнуть пропасть. Как они уже поступили с Семеном. Словно в поисках защиты, я дополнил жал в линейку. «Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться! Кто на Бабурина зуб имел? Кто его вчера ударил? Поиздевался? А после...» Металлическая линейка выползла из моих ослабевших пальцев, и ее звон заставил детей стрепянуться. Катя сиклась и как-то поиздево съежилась. Заскрипели стулья, одноклассники двигались от меня ближе к выходу, к учительскому месту. И не я один уловил перемены, а Ромка и Пяша тоже заметили и презрительно поморщилась. Хорошо, что они явно были за меня. «Да прикуси ты!» «Бабурин, небось, бабкой посрался и сдымил на...» «Скоро найдется!» «Найдется, ага. В овраге, со вспоротым брюхом». «Я сглотнул». «Вообразил Сему на снежной подушке. Лицо белое, как рыбье брюхо, расколото широкой трещиной рта. А падающие хлопья седают на стеклянных глазах и заполняют картань. «Видишь, — сонно говорит он мне презрительно, — это все твоя вина!» «Конечно, Семен услужил мне своим исчезновением, благодаря ему взорота классников были полные трепета. Но была и обратная сторона медали. Что, если мне вскоре придется заплатить за услугу?» Дверь скрипнула. В глаз вошла Полина. Я весь подобрался, чтобы не выглядело перед ней затравленным зверьком. Полина нашла мне взгляд. Горько кивнула и села за парту. Катя вновь ринулась к соседкам, как крысы к угощению. И зашушукала, косясь то на Полину, то на меня. По классу запрыгали записки. Задребезжала три звонка, извещая начале урока. «Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте!» «Петров, тебя это тоже касается!» Илья Павловна прошла к столу, а за ней в кабинет вошел милиционер при параде. «То, что приходил недавно на что. Высокий спронсительный взгляд, под которым ты гнешься, как глаза». «Здрасте!» «Здравствуйте!» «Садитесь! Познакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности. Лучше лекции от милиционера, чем уроки!» Одноклассники оживились. «Ура!» А я готов был высадить сто часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себе давящий зор лейтенанта. Карие глаза нащупали меня с эти учеником. Волосы на моем затылке зашевелились от ужаса. Ледяной кол впился в кишки. «А правда, что Бабурина маньяк убил?» «Екатерина! Ну-ка, цыц!» «Вопросы здесь взрослые задают». «Просто нам всем страшно!» «Может, убийца бродит где-то рядом?» «Или сидит у нас за спиной?» «Хитрый листья взгляд обращался ко мне». Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо медленно пошел, касаясь пальцами спины к стуле. Ученики едва шеи себя не сворачивали, пристально за ним наблюдая. Так в средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию. А он шел, неумолимо приближаясь. Я сжал зубы, удерживаясь крик. «Спокойно, дыши. Ты никого не убивал и не похищал?» Заранее зная ответ, Тихонов спросил струк. «Петров Антон?» «Да». «Встань, Петров!» «Мышцы каменели. Я встал, отклеился от стула. Почти услышал стреск суставов. Хоть бы Полина не оборачивалась, не видела мою застывшую в ужасе гримасу. Очутиться бы сейчас нему далеко, в лесу. Зарыться сугроб, сжаться комочком. Лейтенант глазел так, словно уже застегивал наручники на мои запястья. Они наверняка холодные, эти браслеты. В голове носились мысли о тюрьме, о детской колонии. Десятки Семенов не оставят им на мне живого места. «Я ничего не знаю. Я тут ни при чем». «А тебя никто и не обвиняет. Пока что». Только теперь я заметил папку с надписью «Дело» в его руке. Серый из шершавого картона. Она шепнулась о стол, словно опустилась в лезвие клеотине. Не торопливо, продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я видел бумаги и фотографии. На стимках были следы на снегу. Кажется, звериные. «Ты с Семеном Бабуриным общался?» «Я знал его всего один день». «Все знают, Петров его ненавидел». Я покраснел. Ах ты мерзкая сука. Захотел сцепиться зубами в Кате на лицо и выгрызть ей щеку. Но я скользался, ладав с голоса. «Мы повздорили вчера». «Но он первый начал». «Я его ударил». «Сильно?» «Да нет, так». Я неопределенно махнул рукой. Тихонов посмотрел на мой кулак. Буду удивляюсь, что я способен стукнуть гранью из фотографий. Лилия Пауна неожиданно пришла мне на помощь. «Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. Сам ко всем лез». Старлий многооснащительно кивнул и вдруг выводил с папки тетрадь. «Это твое?» «Я отвел взгляд». «Это было подписано мной тетрадь по математике». «Взгляды одноклассников жадно впились мне. Даже писатели портретов будто бы подозрительно сощурились». «Мое». «В лесу нашли. Там же тракторист, что снег убирал в последний раз, видел Бабурина». «Я растерянно заморгал. Рюкзак распотрошил Ромка. Тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом. Лейтенант в курсе насчет школьной потасовки. Но знает ли он про дракона о пушке? У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семеном разошлись по разные стороны баррикады». «В надежде я посмотрел на ребят». За спиной Тихонова Ромка прикоснул с указательным пальцем к губам. «И притворился, что ковыряется носок, когда лейтенант быстро обернулся. Я ошифровал сигнал. Из уст таких ребят, как Ромка, это позвучало бы как «Смотри, не мусорнись». Я судорожно поправил очки. Но ведь Семен унес их вчера самой, а сейчас они...» «Так что ты делал вчера в лесу, Антон?» «Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко». «Легко. Именно так далась мне эта половинчатая правда». «Будь осторожнее». «И прежде чем я понял, угроза это или пожелание, учительница сказала...» «Класс! А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать». «Ха! Так маньяк все-таки есть!» «Пока мы ничего вам сказать не можем». Ромка качнулся на стуле и показал мне большой палец. «Болоток, мол, держать язык за зубами». Я кинул, хотя не ощутил ни малейшей гордости от его похвалы. В конце концов, именно Ромка вскидал мой тетради и учебники по снегу. И он же руководил Семена, пускай потом и поменял союзников. «Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Вас бережет милиция, вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. Итак, кто там что хотел узнать?» Хлес рук взвился над партами. «А у вас оружие с собой?» Дети загалдели, забрасывался в миниционер вопросом. Стараясь усвить борт, он двинулся к доске. Серая папка стала слежать передо мной. Я смотрел на него и дышал, как человек, пробежавшись на метровку. По свитерам струился пот. Я глядел кабинет. Все дети внимали лектору. «Только Ромка что-то говорил пяше». Алили Пауна, сражаясь с зевотой, пянулся в окно. «Так, так, объявлять комендантский час причин пока нет. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. Мы все уверены, что он найдется живым и здоровым». Никто не обращал на меня внимания и открыл папку одной рукой. Пальцы заспешили. Перебирая бумаги. Ксения Талалаевна, 6 лет. Ушла из дома в конце декабря. Особые приметы. Ага. Сердце подскочило в груди. На фотографии улыбалась круглолицая девочка не старшей воли. Первая жертва маньяка. Первый ребенок, расслабившийся без света в ночном лесу. Я переснул документы. Валдимир Матюхин, 10 лет. Вова был вторым. Его варежка болталась на суку. Его имя-вокрики, увлечаившие взрослые, повторял глумливое эхо. Верия Павна кашинула, призывая дисциплине, шумевшись с учеником. Я идя на руку, папка закрылась. Теперь поговорим о диких животных. Как известно, в наших лицах водятся волки, медведи, лисы. Медсанин встал к глазу спиной и заскреб мелом по доске. Противно заскрежетало. Не-зна-ком-цы. В деревне почти все друг друга знают в лицо. Так что чужаков обычно сразу замечают. Увидев незнакомца. Лейтенант снова заскрепил мелом. А я, убедившись, что никто не наблюдает, открыл папку и вынул фотографии, прятавшиеся на дне. А они напоминали стоп-кадры из той странной передачи. Только вместо крестов на белом пони – корявые рябины. Артерии корневищ. Пни, подрезанные молниями сосенки корейника. Снег. Много снега. И вдруг от черной постройки тянуло могильным холодом. Но это было нескрее. Гараж. Железный и, судя по деревьям, округ, установленный прямо в чаще. Черные ворота словно засасывали меня внутрь. Я уже сталкивался раньше с этим скитающимся по округе контейнером. Вчера. Сначала о нем рассказал Ромка. Он говорил, что в пропаже детей виновен черный гараж. Сонатом был живым существом. А затем, посреди густого леса, я лично встретился с этой постройкой цветозияющей бездны. И ящичка сказала, что там прятался в лоб. Пальцы дрогнули. И фотография спланировала назад в папку. К счастью, упал наизнанкой кверху. Смотреть на старую коробку было физически неприятно. На дне папки лежал еще и целлофановый пакет, который хранят вещдоки. Я открыл его. А внутри... Отрезанный палец. Моргнул и мираж тут же рассеялся. Больше не было человеческого обробка. Затопал перстень. Ошпаренный секундной гальзунации, я точно перенесся в лес и услышу слова Семена. Ща, порошник, я тебе этой печаткой так заряжу! Перстень тускло блестел на ладони. Я судорожно сжал улику в кулаке, словно ища подтверждение, что она настоящая. От неожиданности классным зубами вдавился к спинку стула, затравленного маморгай. Медицинер вовсе сгреб папку, нахмурился. Больно ты любопытный, Петров. Что из силы я пытался выдавить слова, извиниться, вернуть перстень. Но получилось лишь протянуть сжатый кулак с кольцом и зазарахтить, как двигатель у папины машины мороз. В-в-в-в-в... Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Вот. Он пошел к доске, не оглядываясь, а я все сжимал украденную улику и думал о Семене, который теперь наверняка уже мертв. И еще раз. Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, не важно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Телефон-то знаете? Ноль два! Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдем. Ну да, подумал я. Порой с хорошим квавраном может заберете. Как лего. Мысли были злыми и какими-то неуправляемыми. Я переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел маньяка. Стоял с ним плечом-плечом. Подозрительные люди. Насколько подозрительной была девочка-лиса, разгулившая в темноте. Чудачка из ниоткуда, что растворялась в воздухе со своими загадками и стишками. Но могла ли она причинить врезу здоровенному Семену? Сказать ли мне об этом лейтенанту? Вдруг от моих слов зависит жизнь детей, милой девочки Ксении и Вова? Или меня поднимут насмех. Снова начнут шептаться за спиной. А может, того ужаснее сочтут сумасшедшим. Ромка грозно поглядел на меня через плечо. Вряд ли такой, как он одобрит сотрудничество с милицией. За сидящим перед их хулиганами беспокойно сновала коса Кати. Рука сонно прилипла к парте. До свидания, лейтенант. Тихонов уже прощался с Линни Пауэлдом. Уйдет. Опоздаю. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова